Правда в том, что лучшего момента почувствовать себя счастливыми не существует. Если не сейчас, то когда? То пути к счастью нет. Счастье – это и есть путь. Мы должны ценить каждый момент. За ее борьбой следили миллионы. Она вела личный блог, где подробно рассказывала, как лечилась от агрессивной формы рака груди с 2022 года. За три месяца до постановки диагноза Надя прошла УЗИ обследования груди, и там все было чисто. А в декабре 2019-го обнаружила у себя небольшое уплотнение в груди и после новогодних праздников отправилась на повторное обследование. 8 декабря ей поставили третью стадию трижды негативного рака молочной железы. Надя предстояло начать лечение с 16 курсов красной химиотерапии, которые она проходила в Минске. Во время лечения продолжала вести блог, заниматься любимой работой, уделять максимум времени близким и ждать окончания лечения химией, чтобы в дальнейшем прооперироваться и добить опухоль радиотерапии. Но у болезни были свои планы. У меня уже прошло 4 химии, как видите, уже волос осталось очень мало, но не держится. Уже такие вот скамкиваются комки, колтуны, уже нет сил их распутывать, будем сбривать. От назначенной химиотерапии пришлось отказаться на середине лечения. Рак прогрессировал. Требовалась срочная операция. Надя решила проконсультироваться с зарубежными специалистами. Местные врачи разошлись во мнениях по схеме дальнейшего лечения. Семья вылетела в Германию, где Надежде предстояло провести еще несколько курсов химиотерапии. А дальше операция. Наде сделали двойную мастектомию, удалили 26 лимфоузлов. И после проведения контрольного обследования сообщили Наде, что она в ремиссии. Им удалось избавиться от всех метастазов. Организм чист. Однако лечение еще не закончилось. Впереди предстояло пройти 15 облучений. Но это казалось уже не таким страшным. Ведь после этого начнется новая жизнь. Второй шанс. Ценность каждой секунды. Рак вернулся. Слишком быстро. В марте 2021 года у Нади были обнаружены метастазы в печени. Сразу же новая операция. Врачам удалось удалить 7 новообразований. Все, что были обнаружены. Химии в этот раз не было. Но Наде назначили препарат Алапариб. Он должен был остановить разбушевавшийся наследственный ген. А еще спустя 2 месяца новый удар. Опять метастазы. Снова в печени. И в этот раз врачи в операции отказали. Нет смысла. Это не поможет. Химия тоже бесполезна. Надежда была только на Алапариб. Но он помогал. Лишь до осени 2021 года. Появились метастазы. Больше 20 новых очагов. Но Надя не опускала рук. А врачи подбирали новые схемы лечения. Было решено попробовать сочетание кейтруды. Корбоплотина и гемцитабина. Мощный коктейль из химиопрепаратов и иммунотерапии. Но метастазы продолжали расти. Лечащий врач отменяет предыдущую схему и назначает Роделви. Этот препарат в 40% случаев эффективен при неоперабельном метастатическом трижды негативном раке груди. Химия давалась трудно. Плохое самочувствие, слабость. Вновь посыпались волосы. Но Надя держалась и верила, что лечение поможет. Нужно терпеть. В моем возрасте торопиться опасно. Нервничать вредно. Доверять глупо, бояться поздно. Остается только жить. Контрольные обследования не радовали. Но других вариантов больше не было. И Надежда продолжала химиотерапию. А между курсами успела съездить на отдых в Грецию. А затем они всей семьей отправились навестить близких. Себе домой, в Беларусь. Это была прощальная встреча. С безграничной радостью и щемящей болью в сердце. Но Надя верила, что обязательно еще вернется домой. Новое обследование показало, что Троделви больше не работает. Помимо печени, очаги светились в костях и сосудах над почками. Надя нашла другого специалиста, который предложил операцию. Методом химиоэмболизации предполагалось замедлить рост метастазов печени. Увы, эти процедуры уже не помогли сдержать агрессивную болезнь. Силы покидали Надю с каждым новым днем. Мучили боли в костях. Начался асцит. В феврале закончился 50-й курс химиотерапии. А вместе с ним и силы бороться дальше. Надежда успела написать книгу о своей болезни. Основать благотворительный фонд, помогающий оплачивать счета за лечение детям и взрослым с диагнозом рак. Записать множество полезных курсов и мотивационных видео. 23 марта в ее блоге появилась последняя запись, написанная Надей заранее. Она очень хотела, чтобы эти важные слова обязательно услышали те, кто был с ней вместе. Все эти долгие годы борьбы. Милые, любимые, родные, если вы читаете этот пост, значит меня уже нет здесь, на этой земле. Моя душа где-то далеко и мне больше не больно. Знаете, я прожила такую славную жизнь. В ней было столько чуда, удивительных людей. В ней была настоящая любовь, счастливое материнство, творчество, искренняя дружба. Ухожу с огромной тоской, ведь этой жизни, прекрасных дней, радости нам всегда будет мало. Всегда. Но больше всего места в моем сердце занимает благодарность за все, что было, за все, что смогла оставить после себя. Я боролась столько, сколько могла, но пришло время прощаться. Спасибо, что были со мной. Спасибо за сотни тысяч добрых слов, теплых объятий, веры в меня.